Всем привет! С вами снова Александр, интернет-магазин Antelive.com.ua Сегодня хочу записать такой краткий ролик. Не скажу, что это будет инструкция, а скажу просто, что это будет ролик о том, как я проверяю работоспособность GPS на наших телефонах и как я советую тестировать эти моменты нашим клиентам, тем людям, которые покупают у нас смартфоны. Потому что очень часто бывает так, что человек решает купить себе какой-то Android смартфон, покупает китайский, Jiu, Zopo, Umi, Ocean и тому подобное, человек просто от неопытности не знает, как проверять, как тестировать вообще GPS на своем смартфоне. Говорят, что я и карты установил, и карты Google, и там все дела, но вот он не работает, ничего не происходит. Обращаю ваше внимание на то, что модель перед вами сейчас FIA, F2. Я только что сделал сброс на заводские настройки, и сейчас с нуля, как я всем советую это делать, сейчас будем это все проделать. Во-первых, добавлю, что если вы уже там что-то устанавливали, что-то пробовали, что-то пытались, лучше сделайте сброс на заводские настройки и проделайте всю процедуру заново. я не претендую на абсолютную правоту в том, что как я сейчас это буду делать, я делаю так, как я делаю всегда, и у меня GPS всегда работает. Во-первых, сразу же нужно подключиться к Wi-Fi. Я к Wi-Fi подключен, об этом свидетельствует вот этот вот значок синенький. Также нужно зарегистрировать себе Google аккаунт, я думаю, всем это понятно, как это делается. С Google аккаунта я скачиваю несколько программ. GPS тест, он в свободном доступе, вот эта вот программка, ее я устанавливаю, и также устанавливаю вот эту вот программу, Mobile Uncle Tools. Также я устанавливаю Navitel, но в принципе в данном контексте мы можем обойтись без Navitel. Установился GPS тест, установился Mobile Uncle. Далее мы заходим в настройки, там где у нас открывается Wi-Fi, Bluetooth, настройки экрана, есть у нас настройки «Мое местоположение». Здесь я даю доступ абсолютно ко всем возможностям смартфона, принимаю все предложения, нажимаю по спутникам GPS, здесь я выбираю вспомогательные данные, тоже я соглашаюсь на все, а GPS, еще лучше, чтобы у вас вообще стояла сим-карта, тогда еще ему будет проще. И обязательно параметры EPO, обязательно прогружая вот эти вот карты EPO, объясняю, для чего я это все сделал. Физически смартфон, вот как только он получен вами, вы в принципе можете установить этот же GPS тест, включить здесь функцию GPS, и выйти на улицу, и долго-долго-долго-долго стоять, и ждать, пока спутники он славит. Все вот это то, что я проделал, это является просто помощью ему для того, чтобы он первый старт сделал быстрее. EPO-карты – это карта спутников, в расположении спутников в небе, чтобы смартфон уже сразу, до того, как он их даже словит, как он начнет с ними работать, чтобы он знал, где они располагаются в небе. После того, как происходит загрузка вот этих вот спутников, ему становится намного легче. Иногда бывают вот такие вот ошибки, но в принципе, потом, когда я захожу, например, вот эти вот программы GPS тест, он у меня показывает все как надо, то есть он понимает, что вот в данном случае, видите, что снизу есть множество вот этих вот точечек, это все означает, что он уже прогрузил эти EPO-карты, и он уже знает, где они располагаются. Заметьте, я сейчас сижу, ну, на расстоянии метр от окна, и данная модель уже начинает работать со спутниками. То, что смартфон ловит, свидетельствует вот этот вот значок, который мигал только что, когда он еще не словил точку на карте. В данном случае GPS сейчас уже словил точку. Я, если честно, удивлен, что я словил в метре от окна, потому что, ну, китайцы на процессоре MTK, они не так хорошо ловят GPS, как, допустим, смартфоны на Qualcomm. Не то, что я не говорю там о дорогих Samsung HTC, я говорю даже о Lenovo, допустим, о том же Lenovo A760. На Qualcomm он ловит GPS шикарно просто. Вот. Вторая программа, которую я остановил, это программа для входа в инженерное меню. Сейчас посмотрим, получится ли у нас с этим смартфоном, с этой прошивкой. Вот тут есть вот, просто потом будете следовать вот моим действиям. Engineer Mode, да, все есть. Здесь у нас также можно протестировать GPS. В принципе, это один из лучших вариантов вообще. Здесь выбираем вот это менюшку и выбираем GPS. Здесь у нас открывается также. Вот эти красненькие точечки, это означает, что EPO-карты прогружены, и он сам понимает, сам знает, где все эти спутники располагаются. Здесь есть настройки горячий старт, полный сброс, то есть полный на холодную. В общем, в данном случае я проделывал полностью горячий старт. Я ему полностью максимально помог во всем, что он хотел. И, в принципе, ему максимально просто так вот словить. Когда эти карты не прогружены, то именно вот EPO-карты, то поиск GPS происходит значительно дольше, потому что пока он поймет, где эти GPS находятся, где эти спутники располагаются в ней, и пока он их словит, это будет значительно дольше. Поэтому я удивлен, если честно, что эта модель так хорошо ловит GPS. Это действительно хороший показатель, что я нахожусь довольно-таки далеко от окна. Наши китайцы на МТК, они и так GPS не ловят. На этом, в принципе, все. Обращаю ваше внимание, что все это вы проделывали с включенным Wi-Fi. Но это не означает абсолютно... Это как бы Wi-Fi, он был, опять же, в помощь. Но если показывают вот эти все программы, что они нашли эти спутники, то это не означает, что он скачал эту информацию через Wi-Fi. Я могу вам это доказать. Wi-Fi мы можем выключить. Остается у нас включенным только GPS. И, в принципе, больше ничего. Wi-Fi выключился. И проделываем все то же самое. Как бы... Вот, начинает мигать вот этот вот датчик. Он знает, где располагаются спутники. И он без проблем их ловит и подхватывает. Вот он определил точку на карте. Все в порядке, все хорошо. Вот как-то так настраиваю. Я настраиваю GPS. И очень часто бывает так, что человек просто закидывает карты или просто покупает телефон, заходит в карты Google и начинает что-то там пытаться пробовать, а оно ничего не реагирует. В принципе, все. Кому было полезно, я этому очень рад. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всего доброго. С вами был Александр.